Начал фармить из-за того, что у них медмит. И теряют как-то они метавр. А коэффициенты стали почти равные. 1.98 на Т1 и 1.8 на РЖД. Это разгромное начало. Хотя там сейчас, я смотрю, что-то Марси мучают внизу. Как бы она там не погибла. Что там с Марси происходит? Покажите! Она жива? Нет? Нет, все-таки папа обликанулась, следила. А сейчас, собственно, правда, может... Уже дал хорошие корни в миде. У него кулдаун сейчас. А Энигма не особо может давать. Ну, видишь, тебя кучника стоят, а Рубик он и в стороне. То есть, не получится. Либо ты Рубика не застенишь, либо всех остальных. Но там все равно, видишь, уже постфактум после Рошана подходит на Омника. Омник спокойно спикывает Уксу от кулку, потому что нажал на себя Гардиан Энджел. Но после его окончания уже загад... Они могут драться. Тем не менее, все-таки Энигму лучше подфармить. Чтобы у него... Ну, да, вот, Мека появляется. И она в Ауре уходит. То есть, тут Блэкхол. В принципе, она давать априори уже вряд ли будет. Чтобы если убить Рубика. Так, Вэтмон. Погибает по-быстрому. Мне очень понятно, вообще, в принципе, здесь, как собирается действовать на пятерке этот Энигма. Очевидно, что вы переставили, в первую очередь, за Рубика. Или что? Надо поменять немножечко процессуально выбор героев. Но пока он там, куда-то на ноги, периодически раскидывает Малифайз, и она больше его не хватает. Напали на Ку-Ку. Ку-Ку получает огромную порцию демажа. На ней в Левинармор висит, но этого не хватает. Усталось немного помочь, но отдельного ничего сделать не вышло. А еще у нас игра залагала, но она отлагала и показала нам, что еще и получилось сейф разобрать. Да, но потратили, в принципе, и экзорцизм, и все, что было. До БКБ Разор немножко не дожил, чтобы его вовремя собрать. Бежит тут Медведь. Он не читается в зоне. У нее быстро зафокусили Омника за счет фира. Что-то за Рубиком побежать, собственно, не захотел. Но все равно оборачивается. Еще кого-то здесь может попугать и погрызть. Но в целом все живы остались. Наклизили в итоге одним саппортом. Больше ничего серьезного не произошло. Хотя бы он поставился разор, у него БКБ уже потрачен. Но догонять его все команды решили, да. Жили не отпускать его ни в коем случае. Это еще минус разор. Но так стало получше. Опять на суху выживают с умом Анну. Сейчас вот как раз время потратки. Сейчас же потратим все скрыли. Да, но не понравился мультимейт от роли. Сейчас он его нажимает, забирает мишку под этим мультимейтом. И Омник попадается. Он уже потратил фэнфэйс, потратил, собственно, Гардин Энджел. Поэтому здесь с ним разбираются. А дальше здесь вопрос, догонит кого-то или нет. Сефер вроде как-то, подвижный Лиан, ну да, по двоим. Во, вот это может дать сейчас хороший выход. Я смотрю, пугают друг друга все ходят. Но так или иначе с Рубиком разобрались. Так что чем-то придется пожертвовать. Либо у тебя медведь жрать будет, либо у тебя разор там еще выкачивать. И вот появилась еще и возможность подействовать хитрее. Появилась Алибарда, которой здесь не некого затыкать, в принципе, кроме этого тролля. Алибарда слуха хорошая. Так, Энигму поймали. Энигма не выживает. Но успел ведь на их кусте стелить, хотя бы какие-то дружности доставить. Но Рошан там уже совсем длинный. Надо успеть ворваться и украть. Есть Клиплей. Сыграет Рошана все в укреван. И Топсона успевает забрать и Аегис. Из-под носа просто увели здесь этого Рошана. Но пожертвует, видимо, большим количеством героев здесь. Тем более, что Топсом сразу же это Таекис потерял, как ты их забрал. И за Топсом в погоне. Везутим временем Ана успел вышку сгрызть Т3. И вернулся обратно в драку и показывать, кто здесь Батя. Есть Байба помимо этого Трэнда. Трэнд вернется уже на пустое выживенное поле. Хотя успевает Рубик отцепануть. Он под замедлением. Еще и за Герочек гинули. Еще пробили сильно. Но пытается у нас купить. Украла Бринку Клопе. Сильно от его жизни спасает. Но все-таки получилось выйти из драки. Очень круто тут Топсом и Соника. Герочан забрал и Аегис. Не получилось, что Рошана ничего толком получить. И троллик сейчас преследует. Тролль получает по себе статик линк. Много урона с него выкачали. 158 единиц. Сам он не стал, понятное дело, ничего нажимать. Нечего нажать против такой атаки. Но и сам троллер начинает сильно следать. Очень сильно страдать. Как живут, быстро убивают. Так и ничего и не нажал. Но 60 секунд его не будет. Просто это означает, что сейчас-то по-хорошему можно и закончиться. Так что она уже будет особо нерабочая. Да, с Нолифайром гораздо проще принимать драки против Томинайтера. И в целом, поэтому особых проблем тут не испытали Тиуан. И идут просто в последнюю сторону, забирают строклика. Тролл ведь очень быстро и сильно бьет. Мега крифов за горами. На тролли нападает. Тролль погибает. Ульту он не нажал опять. Нажимает байбэк. Понятное дело, что играться надо. Против Мега крифов не тут делать ничего. На барах падает чуть-чуть. Другой последний. И вот мега крифы на столе. Тролль нажимает. Ничего опять пока еще. Да, у него по-прежнему есть. Но отступил. Мне интересно, по кому уже потратил? Ну, не важно. Уже ОПГ написали. РСЖ смирились со своим поражением. Вторая карта получилась забавная. Забавная. Вот глэхолбот конец-наконец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова